Голос Александра Стрельченко знал весь Советский Союз. Ей рукоплескали в лучших залах страны. Композиции в исполнении заслуженной и народной артистки РСФСР звучали в таких культовых фильмах, как «Война и мир» и «Калина Красная». Ее ученики стали заслуженными работниками культуры. Теперь в многофункциональном молодежном центре «Восход» открылась и вокальная школа имени Александра Стрельченко. На сцене перед гостями выступает ее руководитель, тенор-альтина Николай Бурьяновский. «Жив кругом, только ветер бродит, в прошлый измер, сердце моё болит, что сказать тебе? Нет, не без вам». Николай Бурьяновский – ученик Александра Стрельченко, выпускник Московского государственного университета культуры и искусств. Вспоминает, что артистка очень любила своих подопечных. Девочек называла дочками, а мальчиков – сыновьями. И старалась обучить их всему, что знает сама. А момент первой встречи руководитель школы помнит до сих пор. Для себя открыл ее на фестивале «Дельфийские игры» в Смоленске. Когда было открытие, это был вечер, и ведиктор концерта на сцене народная артистка СССР, России Александра Стрельченко. И весь стадион замер ее красотой, ее голосом. Она просто на этот момент околдовала своим голосом всю молодежь. Мы все были просто в шоке. Разве может быть такой голос? Разве можно так петь? В вокальной школе будут обучать академическому и эстрадному вокалу, народному пению, а также будет создана инструментальная группа. Сейчас больше рассказ. Вы можете перейти?